Джим Слетери, президент Вашингтонской некоммерческой организации, которая предоставляет помощь ЛГБТ-сообществу, рассказывает, что после массового убийства в Орландо вопрос об ужесточении контроля над оружием стал для него личным. Мы подверглись целенаправленной атаке. Мои друзья стали жертвой самого крупномасштабного массового убийства в истории страны. Я не могу просто сидеть и ждать. Я должен стать частью решения этой общенациональной проблемы. В последующие за массовым убийством в Орландо голосование в Конгрессе за ужесточение контроля над оружием не первая попытка исправить ситуацию в стране, где каждый год от огнестрельного оружия погибают тысячи людей. Этот вопрос американские законодатели поднимали и после массового убийства в начальной школе Сэнди Хук, и после расстрела в Сан-Бернардино. Все попытки принять новые меры были безуспешными. У меня один вопрос. Сколько еще республиканцы будут блокировать злободневные законопроекты? Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев, 90%, хотят, чтобы опасные люди не имели права на приобретение оружия. Законодатели, в том числе и республиканцы, согласны, что оружие не должно попадать в руки потенциальных террористов. И в частности, не должно было оказаться у стрелка из Орландо Амара Маттина, который дважды был под наблюдением ФБР. Но когда дело доходит до принятия конкретных законопроектов, республиканцы опасаются, что невинные люди по ошибке будут включены в список подозреваемых в связях с терроризмом. Законопроект, который может быть одобрен и республиканцами, и демократами, должен быть написан очень четко. И запрет должен быть направлен лишь на узкую группу людей. Согласно законам, действующим во Флориде, после обязательной проверки личности, Амар Маттин вполне легально приобрел пистолет ГЛОК и полуавтоматическую винтовку. Сторонники ужесточения контроля над оружием спорят, что доступ к оружию, подобному АР-15, должен быть ограничен. Однозначно, вам не нужно это оружие просто для коллекции, спорта или охоты. Оно сделано так, чтобы им можно было убить или ранить много людей. Подобные аргументы Алан Готлиб называет необоснованными. Штурмовым можно назвать только автоматическое оружие, а огнестрельное оружие, подобное АР-15, лишь внешне похоже на автоматическое. За последние несколько лет все больше американцев называют вопрос об ужесточении контроля над оружием личным. К таким правозащитным организациям, как каждый город за безопасное использование оружия, мамы требуют действий, теперь присоединились ЛГБТ-активисты. Я оптимист, что возможно меняется закон. Конечно, в Орландо была трагедия просто. Мне болен об этом думать и говорить. Сейчас мы едины, мы дружные. Я вместе уже показал, что ЛГБТ-собщество, нам это возможно достигать много. Ануша Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон.